Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня выпуски. Стартовал отборочный этап 6-го дивизионального чемпионата профессионального мастерства РИАСКИЛС-2022. Итоги дня охраны труда. Акция «День донора» в Десногорске. Открытое первенство Смоленской АЭС по лыжным гонкам «Десногорский спринт». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3171 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. За 31 день января энергоблоками Смоленской АЭС было выработано более 2,1 млрд кВт-часов. Сверхплана 76 млн. С начала эксплуатации Смоленской АЭС выработано более 725 млрд кВт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В электроэнергетическом дивизионе стартовал отборочный этап 6-го дивизионального чемпионата профессионального мастерства РИАСКИЛС-2022. Испытания продлятся до 15 февраля, в ходе которых главные эксперты выберут будущих участников чемпионата. 801 заявку от сотрудников дивизиона получили организаторы чемпионата. Заявки на участие подавали по 21 компетенции. До середины февраля главные дивизиональные эксперты проведут отборочные мероприятия по всем компетенциям. Участникам предстоит продемонстрировать свою профессиональную готовность и выполнить заранее разработанные конкурсные задания. После подведения итогов станут известны участники 6-го дивизионального чемпионата профессионального мастерства РИАСКИЛС-2022, который пройдет на площадках пяти городов Удомли, Балакова, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар. Участвуем в конкурсе профмастерства РИАСКИЛС на станции, которая проводится по компетенции ремонт и наладка механического оборудования. Согласно заданию нужно было изготовить деталь за определенное количество времени по заданному чертежу, ручным слесарным инструментом с использованием стрельльного станка. От станции участвует Хазиков Семен, участвует первый раз. Надеемся на хороший результат. Участие мое было впервые, выполнить то или иное задание. Помогали в коллективе мне мой мастер. Справиться было сложновато, но мы постарались. На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, содержание безопасных маршрутов следования персонала к месту работы, наличие и состояние документации по охране труда, организация безопасной работы с ПВМ, выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Донорство – один из важных и доступных видов благотворительности, которым занимаются многие жители Десногорска. Акцию «День донора» в городе проводят 5-6 раз в год. Очередной приезд смоленских специалистов состоялся 25 января. По статистике, каждый третий житель планеты нуждается в переливании крови. В России необходимость такой процедуры возникает у 4 тысяч человек ежедневно. И несмотря на это, некоторые регионы в прямом смысле страдают от нехватки доноров. В Смоленске такой проблемы нет. Наоборот, количество добровольцев растёт. И в Десногорске тоже. В этот раз в Смоленску везли около 54 литров крови. «Захотелось помочь людям в той сложной ситуации. Дендемия в стране, поэтому как-то так решился и пошёл донором». Чтобы сдать кровь, нужно немного. Всего лишь желание, паспорт и небольшая подготовка перед процедурой. Предпочтение в пище нужно отдать отварному мясу, избежать алкоголя, жареных и молочных продуктов. Крохотное неудобство ради большого блага. «Наши все друзья-доноры. Это почётно, мы считаем. Мы помогаем людям. Как-то я сдавала в Смоленске тромбоциты. И мне сказали, что сейчас они поедут эти тромбоциты спасать жизнь девушки. Поэтому это очень трогательно». Решение стать донором – почётная и важная миссия, которая для некоторых семей становится традицией. Складываются так называемые донорские династии с поколениями почётных доноров. «Почётного донора дают либо 40 кровосдач, именно цельную кровь, либо 15 плазмы и 25 кровосдач, либо 60 сдач плазмы. В принципе, всё это происходит на довольно-таки длительном отрезке времени. Чтобы сдать кровь 40 раз, это нужно потребоваться не менее 8 лет». Оказывается, донорство – это добрый поступок, который сразу же отвечает себе добротой. Ведь сдача крови не только спасает жизнь другому человеку, но и оздоравливает организм донора. «Это для организма безвредно, так как запускаются системы самоомоложения, то есть новые клетки вырабатываются и организм, скажем так, омолаживается. А также это профилактика инфаркта, инсультом, скажем так, визитная карточка здоровья. Ты сдаёшь кровь, ты постоянно обследуешься». Заканчивается процедура обязательным сладким чаем и правом на два дня отдыха от работы. В районе деревни Генина состоялось открытое первенство Смоленской АЭС по лыжным гонкам «Десногорский спринт». В соревнованиях приняли участие не только десногорские спортсмены, но и команды из Смоленска, Рославля, Ярцева, Ершичей, Шумячей, Верхнеднепровского. В командном спринте участие принимают два спортсмена, которые поочередно сменяют друг друга на этапах. Первыми на старт вышли лыжники 2010 года рождения и младшие. Они пробежали каждый по два этапа длиной 1 км 200 метров. Все остальные спортсмены преодолели эту дистанцию трижды. В течение полутора часов на лыжной трассе не утихала борьба, дух соперничества и неимоверный азарт. В итоге юные лыжники из Десногорска пять раз поднимались на подиум. Среди женщин победила команда Тюрина Екатерина, Белякова Елена. Вторыми к финишу пришли спортсменки из города Смоленска – Терещенко Анна, Шереметьева Анастасия. У мужчин лучшее время в абсолюте показали Илья Беляков, Титол Владимир. А победителями среди команд мужчин 2003 года рождения и старше стали Федоров Виталий, Новгородов Андрей. Второе место завоевали Зольников Станислав и Матвеев Андрей. На третьей ступеньке пьедестала команда из Рославля – Кучерук Иван и Медведев Михаил. Поздравляем победителей и призеров! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.